Всем привет! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Киноконцертный зал Панорама продолжит удивлять перечан и в новом 2020 году. Как? Расскажет арт-директор ККЗ Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами немножко поговорим о джазе. Что это за понятие и откуда вообще взялось слово джаз? Слово джаз само по себе не имеет какого-либо глубочайшего значения, либо истоков. Его происхождение до сих пор порождает множество споров. По одной из легенд, Кларес Уильямс, один из основателей этого направления, употребил слово джаз в одной своей композиции, и оно буквально разлетелось в разговорной речи того времени. А после стало названием целого направления любимого и узнаваемого всеми зрителями музыкального стиля под названием джаз. Несмотря на то, что изначально джаз считался музыкой афроамериканцев, мы понимаем, что в нем буквально происходит слияние музыкальных течений со всего мира, от европейской камерной музыки до афробита. Вот одна из цитат известного джазового музыканта Луис Армстронг как-то в ответ на вопрос, а что же все-таки такое джаз, ответил. Если вы задаетесь этим вопросом, то вы никогда не поймете, что такое джаз. Интересно, но благодаря джазу в Америке появились Покстрот, Чарльз Тонн, аргентинская танго. Удивительно, но во времена расцвета джаза женщины стали вести себя более свободно. И еще более удивительно, что во времена расцвета джаза женщины получили право голосовать на выборах. По моему мнению, безусловно, это совпадение, однако, как знать. А мне вспоминается один интересный случай, который произошел на концерте известного также джазового музыканта Игоря Бриля. По окончанию концерта, когда публике не хочется расходиться, когда в зале звучат еще отголоски исполняемой программы, а музыканты ловят минуты счастья, на сцену поднялся маленький мальчик и принялся что-то искать. На вопрос маэстро мальчик, что же ты ищешь? Он ответил, я ищу нотки, по которым вы играли. А нотки здесь, ответил Игорь Бриль. Вот в этом и заключается джаз. Для всех нас Новый год начинается с новых открытий. И вот уже совсем скоро, 25 января, бизнес-центр Тверь преобразится в креативное арт-пространство. Жители города и гостей Твери ждет встреча с солистами ведущих симфонических и джазовых оркестров России, певцами, композиторами, авторами литературных бестселлеров. Нас ждет фуршет без галстуков, замечательный концерт-перформанс. И самое главное, живое, непринужденное человеческое общение и интерактив от музейщиков. Инициаторами этого замечательного проекта выступила известнейшая на всю Россию компания «Русский путешественник». А проект называется «Калинин слушал джаз». Всем нам известно, что в далекие времена в Советском Союзе джаз можно было послушать далеко не в каждом городе. Но Тверь, тогда Калинин, могли похвастаться этим, и джаз здесь можно было послушать как раз-таки легально. И вот сейчас, много лет спустя, вспомнили эту замечательную традицию, и москвичи едут в Тверь, чтобы послушать джаз в проекте «Калинин слушал джаз». А бизнес-центр Тверь, как я уже говорила, преобразится в креативное арт-пространство и распахнет двери для всех желающих. Билеты можно приобрести в кассе киноконцертного зала «Панорама». Стоимость билета от 300 рублей. Поспешите. Ждем вас 25 января. Билеты можно приобрести в кассе киноконцертного зала «Панорама». А всю информацию получить по телефону 300 033. До встречи. А сейчас наша традиционная рубрика «Кинообзор», что сегодня идет на большом экране киноконцертного зала «Панорама». Расскажу прямо сейчас. Главный герой мультфильма Лэнс Терлинг – лучший в мире тайный агент, стоящий на страже спокойствия и безопасности людей. Он обладает бесконечным обаянием, носит черный смокинг и любит шик. Кто еще в мире, кроме великолепного Лэнса, справится со сложнейшими заданиями? Только он – супершпион. Лэнс много времени посвящает совершенству своего тела. Он коммуникабелен и успешен. Легендарный шпион. Всегда одет с иголочки. Уолт Беккет. Уолт Беккет – полная противоположность Терлинга. Классический ботаник, замкнутый, нерешительный и странный. Но при этом социопат Уолтер наделен незаурядным умом. Парень разрабатывает уникальные гаджеты, которые супершпион использует в своих миссиях. Это преступная трата денег налогоплательщиков. Однажды над всем человечеством нависла смертельная угроза. И Терлинг берется за дело. Агенту необходимо спасти мир, оставаясь абсолютно незаметным для злодеев. Уолтер с помощью своего изобретения превращает Лэнса в птицу обычного городского неприметного голубя. Героям, немного безумному ботанику и крутому шпиону необходимо стать одной дружной командой, чтобы успешно выполнить задание и спасти мир. Посмотреть премьеру мультфильма можно на большом экране киноконцертного зала «Панорама» на Смоленском, 29, заказы и бронирование билетов по телефону 300 033 или на сайте panorama.ru. Возрастное ограничение 6+. Фильм-событие. Его будут обсуждать и о нем будут спорить. Потому что, казалось бы, попытка восстания на Сенатской изучена вдоль и поперек. А все равно темный лес вопросов и тайн. О людях и интригах, которые перевернули ход русской истории. Кино основано исключительно на исторических фактах. Уважайтесь, я ваше высочество. Государь-инфератор умер. Это не глава из учебника истории, хотя «Союз спасения» и детальное погружение в ключевые события нашего прошлого. Это в первую очередь кино о каждом из нас нынешних. Потому что даже сквозь века люди не меняются. И вчерашние герои войны с Наполеоном, благородные освободители Европы, становятся бунтарями. Как Павел Пестель, самый радикально настроенный зачинщик восстания. Здесь все происходит на глазах у зрителей. Мысли превращаются в поступок, а эмоции хлещут через край, лишая чувства самосохранения. «Союз спасения» — фильм, созданный для кинозалов, где ошеломляющий звук передаст неожиданное музыкальное решение ленты. А большой экран позволит прикоснуться к одному из ключевых событий нашей истории. Заказ и бронирование билетов ККЗ «Панорама» по номеру телефона 300-033 или на сайте panorama.defistvay.ru На этом у меня пока вся информация. Увидимся с вами в следующем выпуске программы «Культфьюжн». Пока-пока!